Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Чеки Такси Кул. ФБР на связи. Сегодня с вами рубрика «Бесплатная школа таксиста». И мы с вами поговорим на такую с тем, какая самая лучшая машина в экономе. В экономе именно, в эконом-сегменте для такси. Давайте, ребятушки, поговорим с вами на эту тему. Вы напишите свое мнение в комментариях, какую вы считаете самой лучшей тачкой для экономов такси. Вы сами знаете, что сейчас, в данный момент, ланосы не везде принимают такси. Не везде их охотно берут. И мы должны с вами рассмотреть, какая же тачка самая экономичная. Почему? Потому что эконом-это не только эконом для пассажира. Вам с этих денег, которые копейки, гроши, бомж, тарифа вам платят, вам еще надо оттуда заправиться, отремонтировать вашу машинку. И что-то оставить желательно себе. Плюс отдать комиссию, чтобы не остаться голодным. Чтобы ваша семья хотя бы хоть три крошки хлеба с этого барского стола, но, собственно говоря, съела-поклевала. Смотрите, ребятки, я считаю в данный момент, что одна из самых лучших тачек для такси, это Фабия. Фабия в универсале. А именно, с движком 1.2 и движочком 1.4. С 2008 года начиная, это вторая Фабия в рестайлинге. Почему я так думаю? Ну, во-первых, смотрите, ребят, не надо быть великим там человеком. Можно посмотреть на то, на каких тачках ездят где-то в ближайшей загранице. Это Польша. Там ездят на Фабиях, там ездят на Санат. На этих самых, не на Санатах, как у нас, да, как правило, а ездят на Приусах. Вот. Но самая дешевая эконом-тачка остается, конечно же, в Фабии. Вот. Фабию в такси сейчас берут. В чем плюс? Вы можете многие сказать, то лучше бы взял Авео, лучше бы взял, собственно говоря, Лачити. Ну, давайте пробежимся по плюсам и по минусам, ребят, все данных тачек. Смотрите. Значит, первое. Фабия универсал. Не просто Фабия, да, а универсал. Она лучше тем, что она еще может попадать в некоторые балалайки, службы, да, такие как он, такси и так далее, и тому подобное, в универсал. То есть человек заказывает универсал, приезжает Фабия и что-то отвозит. Вы дополнительный кэш с этого всего денежку имеете. Дальше. Для себя тоже универсал машинка повеселей, получше будет. Третье. Она простая, как двери эта машина, понимаете. Отремонтировать ее легко. Что трехцилиндровый обычный атмосферный двигатель, что четырехцилиндровый 1.4. Трехцилиндровый 1.2, то четырехцилиндровый 1.4. Гоняются за 1.4 в основном, но многие вот мои знакомые, в том числе, кто смотрит мой канал, заходят на стрим перекупщики тачек, говорят, что ездили на 1.2 и нормальные движки, экономичные для такси, вот так, с головой хватает. И можно поставить газ, что туда, что туда. Газа машинка будет хавать газа на секундочку. По факту, если все у вас ок, боль менее, нормально. Машина будет у вас хавать газа 8-9 литров. 8-9 литров газа, это вообще ерунда. Это то есть самый жир, вы будете заправляться до 200 гривен на 100 километров. Понимаете? То есть за день в среднем вы 200 проехали, 400 потратили на газ, это максимум. А так, если она у вас будет хавать 8 литров газа, так это вообще красота. Что для себя, что для работы в такси. Дальше, по запчастям. Она не супер дорогая и простая в ремонте тачка. Резина также небольшая, резина сейчас стоит дорого. Вот, резину вы тоже сможете себе позволить. Почему не Авео? Ну, смотрите, по денежному сегменту сейчас можно взять за 4 с небольшим, за 5000 долларов. Что Авео в нормальном состоянии? Что взять, собственно говоря, Фабио, Шкоду Фабио. Также в нормальном состоянии. Но в Авео нет универсала. Авео уже выкатанные машины, как правило, больше. Их больше берут в такси, чем, собственно говоря, Фабио. Фабио можно найти живую, быстрее, чем Авео. Третий момент. В Авео старый движок, слоносячий, вот этот 1.5, 1.6, который будет жрать газа у вас. Изи, 10-15 литров зимой может вот так вот, по щелчку в 3.15. Чего не будет делать, собственно говоря, Шкода Фабио. Зимой у него будет расход так же адекватный, как и летом. А на Авео, на Лачете у вас будет жрать газа до фигищи. Да, может быть, немножко будет ремонтно-пригодность лучше Авео. Но опять же, там не ланосячая подвеска. Там есть чему дополнительно ломаться, ребят. Но будут свои минусы в расходе топлива. И вот себе прикиньте, вы за день тратите на 100 километров до 200 гривен, либо же вы тратите 300 плюс за 100 километров газа. Понимаете? То есть, разница очевидна, да? Если у вас 15 литров газа хавает, либо же у вас газа хавает 8 литров, разница очевидна. Факт на лицо, как говорится, как на рыло. Вот. Поэтому надо брать максимально экономичную машинку. Плюс, сейчас уже начинают выделываться пассажиры. Я не хочу ехать на этом Ланосе. Также они смотрят на Авео, что это уже машины прошлого и так далее и тому подобное. Когда приезжает Фабия, напишите свое мнение в комментариях. Они немножко снисходительных, потому что это вроде бы как Шкода, это иномарка, туда-сюда. Тачка уже пореспектабельнее. Ну и багажник, понимаете? Если вы поставите газ на свое Авео, либо же на свой Лачик, Лачик Универсал, я вообще молчу, там включаешь кондиционер, 17+, газа зимой лупасит, изи на автомате, на коробке, чтобы вы понимали. Это легко, 17+, газа. В общем, недаром ездят, я вам скажу так, в Польше, да, на этих, собственно говоря, этих самых Шкодах, Фабиях, понимаете? Почему? Потому что экономичная машинка легко чинится. Сами можете в гараже там половину переменять. Машинка топчик за свои деньги. Да, она не огромная по кузову, небольшая. Да, может на заднем сидении будет тесновато троим сидеть. Ну, как правило, мы возим одного-двух пассажиров, максимум трех. Четыре пассажира мы возим очень редко. А вот коляску, понимаете, которую в Универсал кинул и забыл, а в Авео попробую засунь, и так далее, и тому подобные варики, это есть. Но единственное, конечно, эта машина не будет у вас летать. Она не будет, напишите свое мнение, Фабия не будет быстро ездить. Это чисто вот такой дедовский режим, понимаете, пенсионерский, экономичный максимально. Это экономичная европейская тачка. Двигателя 1.4 вообще очень распространенные. Они ставились на кучу тачек, поэтому ремонтно-пригодный. Починить вам может и дед, как говорится, где-то в гаражах. Это можете не переживать за это все. Плюс, как правило, Авео, они более ушатанные, ребят. Вот если посмотреть овечку, она более ушатанная. Поэтому я считаю, что лучше доплатить 500 долларов, максимум 1000, и приобрести себе Фабию тех же годов, что и Авео. Лучше приобрести. Почему? Потому что вы в итоге на экономии топлива, на экономии топлива, вы отобьете все эти деньги, и потом дальше будете ездить и только экономить бабосик. Понимаете? Зарабатывать больше и больше и больше кэш. Вот такие дела. Почему, вы спросите, почему не Приус? Ну, потому что Приус, вот взять Харьков, да вообще взять Украину. На Приус цена просто нереальная. Люди хотят десятку за старый Приус, 12-13 год. Понимаете? И что Приус будет есть? Он будет есть также 6 литров газа. Сильно это отличается от 8, не сильно. Будет он попадать в какие-то дополнительные тарифы, это скорее всего уже нет. Потому что, так же как, собственно говоря, может быть Фабия у вас 12-го года, так же 12-го года может быть у вас, собственно говоря, и Приус на таком, как ездит полиция наша, да. И они будут катать, как правило, эконом, но только запчасти на Тойоту, на Тойоту. Вы сами понимаете, что будут в разы дороже, чем на Фабию. Поэтому в наших реалиях, когда сейчас люди все хотят сэкономить, а в городе Харькове вообще общественный транспорт бесплатный, и люди катаются на халяву. Зачем им заказывать себе такси? То все пытаются сэкономить. Естественно, лучше брать машину, которая катает эконом. Дешевле вариант. Поэтому, если брать, собственно говоря, Приус, либо же Фабию, я в данный момент взял бы себе, лично для себя, скорее всего, Фабию, чем Приус. Пишите свое мнение в комментариях, да разведем же срач. Делитесь видео с друзьями, пусть друзья тоже напишут, какую бы тачку они взяли. Давайте побольше лайков, ребят, побольше комментариев. Подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок, Телеграм-группу адекватных таксистов. Если вы адекватный, залетайте в Телеграм-группу по ссылке в описании. Также там будет ссылочка на страховку. Там, где оформляю я сам себе страховочку, одна из самых дешевых. Можно оформить онлайн ее, сидя дома, извините за выражение, на белом троне. Если вы не справитесь, там есть номера телефонов, девочки вам помогут. Через Вайбер, Телеграм, вы подсылайте, они вам все оформят. И по промокоду также вы получите 10% скидки. Всех обнял вас до хруста. Пишите свое мнение, какая самая лучшая тачка в экономе. Добра, бабла и позитива. И смотрите мои другие видосики с рубрики. Бесплатная школа таксистов в плейлисте. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok